Отведать куличи с горячим чаем, посетить мастер-класс по украшению пасхальных яиц и помочь. Активисты Сургута инициировали благотворительный праздничный турнир для подопечной фонда «Траектория надежды». Подробности увлекательного мероприятия у Карины Александян. Сразиться в благотворительном турнире по битве пасхальными яйцами. Такая идея возникла у сургутянина спонтанно в диалоге с подругой. Это было после масленицы. Я такой, в этом году я не поел блины, поэтому в следующем году сделаю мероприятие блины, чтобы мы все поели блины. Она сказала, так блины уже прошли, впереди Пасха. Я вспомнил, что есть одна очень веселая игра, битки на яйцах, которую играют все с детства, и она очень веселая. Я решил найти партнеров, вышли на фонд, привлечь внимание людей через именно игру, через веселье, но еще и показать, что это можно еще сделать через добро. Мы приходим, играем вместе, что-то делаем, и здесь небольшая сумма, которая тоже является каплей в Большом море. Инициативу «Сочетать приятное с полезным» поддержал товарищ Цурена Аракеляна Даниил Титов. Молодые парни организовали площадку для проведения встречи, мастер-класс для детей по украшению пасхальных яиц, музыкальное сопровождение, горячий чай и куличи. Мы решили сделать дополнительный интерактив, какой-то стимул людям придать. Когда мы анонсировали мероприятие, сообщили, что будем разыгрывать два классных приза. От Цурена это будет билет на мероприятие «Шашлыки», а от меня это будет умная колонка «Алиса», так как я техникой занимаюсь. Все это организовали ради помощи ребенку с ДЦП. Подопечный благотворительного фонда «Траектория надежды». 11-летняя Катя Свешникова и ее приемная мама уже проделали большую работу. Девочка может читать, играть в шашки и кататься на велосипеде. Чтобы у нее получалось и дальше развиваться наряду со сверстниками, ей требуется медицинская реабилитация. Веселое мероприятие в новом формате под названием «Битки». Мы сотрудничали непосредственно с молодежью нашего города и решили, что благотворительный фонд должен поддерживать такие инициативы. Тем более сбор средств у нас пойдет на девочку Свешникову и Кассирину, которой необходим именно срочный сбор средств. Катя посещает всевозможные реабилитационные программы и процедуры, реализуемые в Сургуте. В ноябре прошлого года девочка смогла пройти курс под наблюдением приезжих специалистов Центра Восточной Медицины из Китая. После чего прогресс в лечении ускорился. Тогда оплатить лечение удалось своими силами. Сейчас у семьи такой возможности нет. Участники благотворительного турнира «Битки» внесли свой вклад, чтобы ребенок смог еще раз попасть в руки к приезжим специалистам. Фонд «Траектория надежды» перечислено свыше 13 тысяч рублей. Это очень классное мероприятие и для семей. Можно просто с друзьями прийти, чтобы были все вместе, чтобы дети разукрасили яйца, есть чай. Ребята сделали куличи и плюс сделать доброе дело, внести пожертвования в благотворительный фонд. Когда еще можно такое сделать? В одном месте, в одно время. Мы уже собрали почти половину средств для реабилитации Кати. Закрыть сбор нам необходимо именно в конце мая, потому что в конце мая приедет специалист Центра Восточной Медицины. И для Кати это большой шанс попасть на реабилитацию. Если Кате удастся пройти в мае курс у заграничных врачей, то летом она сможет, как и другие дети, наслаждаться прогулками и кататься на велосипеде в своем дворе, а не по квартире. Поддержать маму и девочку в этом большом непростом деле можно, отсканировав QR-код, который вы видите на экране. Ведь даже маленький вклад, сделанный во благо добрых идей, станет значимым для тех, кто так верит в чудо. Карина Александян, Данил Панков, Сургут-24